записать несколько видео по скетчапу да по многочисленным просьбам там моим друзей моих друзей знакомых строительной сфере также сестра решила поучить поэтому запишу буду начинать как бы сделаю что-то простое квартирку там может быть каких-то мебель ух пару смоделирую вот а если вам там понравится будут какие-то предложения пишите в коментах да возможно эта серия уроков продлится так первое да где взять скетчап у нас есть официальный сайт скетчап и есть его продукты да скетчап free если вы его откроете вы перейдете в как бы онлайн-версию которая доступна в браузере да то есть вам ничего не надо не покупать ничего вы переходите нажимаете начать моделирование и у вас загрузится в общем интерфейс будут работать как бы все горячие кнопки те что и у обычная оффлайновой там версии да то есть вы элементарно тут сможете моделировать свои пространства какие-то да и записывать идеи я вообще как скетчап это такой для меня как блокнотик 21 века если там с заказчиком что-то обговариваю доберу там сразу зарисовываю вот подписываю то есть какие-то идейки и сразу в итоге я могу получить и чертеж и могу пойти дальше до перекинуть там в 3d макс в блендер и начать визуализацию и тому подобное да и также используя что-то типа энскейпа прям визуализировать и в скетчапе и если установлю там вирей и тому подобное то могу делать фото реалистичные изображения в скетчапе да но такого там не делаю опять же скетчапом по умолчанию работает с простыми формами да он плохо переваривает высокополигональные модельки вот но есть для него куча всяких как его аддонов на которые расширяют его функционал также есть там версия скетчап про которую можно скачать бесплатно 30-дневную да и поработать в ней попробовать а также можно потом ее купить ну или где-то еще взять вот да есть там под списки если вы из скетчап используйте эту в год 285 евро не так уж дорого зато он все легально да и есть куча всяких плюшек доступных так и так я скачал в общем скетчап последний двадцать вторую версию вот и откроем его на то есть сначала когда вы его там запускаете он предлагает спрашивает у вас в каких-то единицах работать на я обычно выбираю архитектурные миллиметры и ставлю здесь нравится он по умолчанию типа использует этот шаблон вот далее когда открываем вроде бы представляется такой умный интерфейс да и скажите за что тут 285 баксов в год ну на самом деле реально крутая такая программа вот хочется обо многом рассказать не знаю попробую там в час вложиться так изначально да тут мужичок какой-то находится он также нам помогает не с масштабами до понять где да что чтобы не увеличили ну короче бывает так люди часто удаляют потом куда-то отдали ли рисуют вроде бы стенки на размеры не смотрят назначают какие-то текстуры и ничего не видят а в итоге у них там стены получается там по три километра в высоту на и понятно что с такими масштабами текстуры не увидишь вот то есть нужно придерживаться масштабов далее да то есть у нас такая панелька инструментов ну я обычно еще настраиваю доставлю toolbars и убираю там large icons эти да чтобы маленькие были и по мере сейчас необходимости буду какие-то там добавлять ну в принципе можно там на добавить сразу еще large toolset на то есть в ней тоже будут инструменты нужные нам так по инструментам вообще вот самые как основные они вот здесь вот и вынесены да то есть инструмент стрелка выделения горячая клавиша про пробел затирачка и рейс горячая клавиша и там lines опять же первая буковка горячая клавиша l там построение тут могут быть разные да там построение по двум точкам дуги это горячая кнопка а вот так же там есть сёкол тут по моему до кружок где-то он есть а вот он кружок на сёкол вот тогда это си горячая клавиша потом ректангл до горячая клавиша r вот она вот они до сёкол ректангл горячая клавиша на те что часто используются и назначены потом push pull дать и не толкай ну как бы инструмент экструдирования и инструмент of set инструмент перемещения объектов также of set это буковка f горячая клавиша это м мув да вот это у нас rotate не знаю наверное работает не часто им пользуюсь и также нужно тоже инструмент tape рулетка то есть мы можем производить замеры и ставить направляющие там линии вот инструмент каких-то сносок и инструмент заливки до заливки там материалов вот здесь у нас находится такой трейс различными еще дополнительными вкладочками также у вас например может его не быть значит он был спрятан вот здесь на можно показать и также тут перечислены пункты которые здесь отображаются еще есть там настройки тумана в совместить фотографию и управление ребрами до делать их там сглаженными вот так ну что важно в этом как его скетчапе да это понимание как тут происходит да то есть тут нет точек у нас есть ребра и полигоны например выбрал я объект rectangle вот выбираю инструмент выделения да если выделю и кликну один раз я выделю полигон да я его также могу удалить у меня останутся ребра чтобы их опять восстановить полигон вам достаточно по ребру какому-то опять провести карандашом он появится на далее например если дважды кликните вы выделите ему и полигон и ребра вот еще такая ситуация что да вот например нарисую второй ректангал они сразу же как бы пересекаются сливаются в один объект да то есть теперь у нас он появились такие линии подразделений ну как его подразделился объект на несколько частей и мы можем их выделять на то есть а если захотим переместить нажимаю м мы понимаем что это один объект и вот она как бы такое главное правило еще в скетчапе это группировать объекты да и всегда можно в любой момент раз группировать да но например если вы забыли сгруппировать и начинаете рисовать потом отделить очень тяжело один объект от другого там построение того же ректангла да как и вот еще бывают такие ситуации ну например вы хотели построить но не в плоскости вот этих осей x y да а например z и x вот тогда вы просто вы выбираете этот инструмент и стрелками до берете там вправо влево вверх переключаете по каким координатам будет идти построение вашего объекта да скейп отменю часто просто беру начинают инструмент line вот так построение данной берем чем еще тут удобно в скетчапе он как бы сам берет и начинает даже привязывать надо нам построить линию по оси z данных z такие к синенькой придвинули вот и все хорошо на идет построение то есть клацнули есть надо потом в эту сторону да то есть есть опять же навели он привязался к этой опять сюда подвели есть да то есть дальше взяли закрыли у нас образовалась плоскость атом в эту сторону опять взяли куда-то повели например сюда сюда сделаем так так как то вот опять образовывается плоскость то есть если мы будем вот вот так например действовать закрывать эти плоскости до получаем какие-то такие объекты например также удобно ну типа крыша да там начертить то есть я беру строю так к примеру и вот так что то у меня будет здесь затирачкой стираю эти линии например могу себе взять пометить где у меня будет центр на и вот от центра теперь ну к примеру хочу на 1500 миллиметров до выдвинуть эту линию я пишу 1500 миллиметров и enter да то есть она у меня вот ввелось эти значения в это поле вот построил дальше да например ну это я сделал как такое вспомогательный до элемент могу его в общем то также затирать кай взять это удалить дату сделал как направляющий могу удалить вот эту и к примеру l до 5 и строю сюда линию escape отменил как бы чтоб он не продолжал путь сюда ну и таким способом типа построил какую-то крышу на вот такой объект вот так нажали есть куда-то если нужно перенести м выделяете и опять же привязываете какой то есть и и поехали как бы лучше эти инструменты рассматривать на каких-то примерах и самый такой часто используемый пример и для чего например я использую это опять же создание плана квартиры вот да то есть мне часто нужно там опять же какая-то установка мебели указание электро точек и всякое такое да то есть ну это нужно всегда обсудить утвердить в общем и тогда уже там приступать к работе и вот да что мы возьмем перейдем не скачаем какой-то как бы план да то есть план может быть вот эта картинка разная это вплоть до того что выпуск фото ли паспорт квартиры и все я возьму сохраним картинку как теперь там на рабочий стол пусть будет тут теперь нужно ее открыть в скетчапе нажимаю файл и импорт выбираю эту картинку да и он спрашивает еще как использовать наше изображение как текстура совмещенная фото или имидж нам нужно имидж добавляем его на и ставим там обычно в начало координат на сколько-то масштабируем нам все равно нужно это дело перемасштабировать вот далее я беру инструменты горячая клавиша т выбираю какой-нибудь размер да вот например мне известен вот этот желательно там самый большой тогда погрешность будет меньше и передвигаю да вот сюда и сюда и вроде бы все пропало такое мы замерили этот размер снизу он написан и мы как бы ничего не делаем и просто начинаем вбивать на цифровой клавиатуре 5140 видим пишет и нажимаем enter и он спрашивает перемасштабировать модель да говорим перемасштабировать кстати забыл сказать до вращение происходит во вьюпорте если вы нажмете колесико мыши клацните его да не крутите это просто у нас масштаб меняется клацаем мы вертим сцену перемещать сцену это shift и правая кнопка а и shift и колесико мыши вы зажимаете и тогда происходит перемещение как в блендере в общем вот так же что тут еще может сразу там пригодится при построении хотя пока в общем-то и ничего дам могут быть там виды нужны будут разные и там камера с перспектив или параллел про то есть ортографический вид или перспективный на с искажениями или без виды если нужны быстро переходить на то мы переходим правой кнопочкой включаем view да вот они виды да то есть вид так вид сверху там спереди сбоку сзади вот есть все эти виды я на это обычно делаю горячие клавиши у меня там shift и это вид топ shift п это я могу переключать там перспективный ортографический вид да то есть горячие клавиши вы себе можете установить если перейдете windows preference вот шорткат выбираете команду например топ давид сверху топ и вот но вам подсвечивается и видно у меня назначена shift и вы просто берете опять же какое-то указываете горячее сочетание клавиш и нажимаете плюсы окей и он запомнит это дело вот далее да идет построение нам нужно сколотить вот этот домик то есть масштабы мы сделали мы можем теперь померять отсюда до отсюда видим допишет 5 150 ну все отлично вот дальше начинается построение да я обычно это можно сделать в принципе карандашом а вот так вот все брать обводить например но я часто делаю из-за своей линии наверное это делаю ректанглом да то есть выбираю инструмент ректангл вот и начинаю да то есть где-то он пытается привязаться у меня уже линия есть р вот ставлю где-то вот отсюда на типа пойду и вот сразу ввожу такой роб комнатку сейчас я когда кликну да у нас все перекрылась и тут следующая панель которая нам понадобится это стили да вот например и здесь можно включить x-ray рентген на и продолжить работать на нашей комнаты да например опять я вот здесь вот так сделаю вот там следующая да у меня комната она вот отсюда во со стенами идет вот сюда на теперь внутренние стены я вот так вот сделаю потом проемы рисую да то есть клац-клац вот тут также да внутренние хотя надо было вообще сразу да можно было вот отсюда во вот так обвести мы построили еще и все внутренние стенки теперь да вот сюда поведу отсюда до этой точки он как у него такие как скетчапи интеллектуальные привязки что ли так здесь например да могу вот так сделать здесь вот так проемы также до удобно так бы карандашом не надо 24 клика делать а так два раз клик два клик всего проем как бы готов вот ну и в общем вот так да подвожу все здесь он линии не хватает можно можно и нажать на и провести и главной линии делайте он точно соосно чтобы все было да по осям нажал r теперь сделал вот здесь да так же там чистим берем затирочку я например стираю вот эти линии да они как у меня были вспомогательные то есть они мне теперь не нужны главное не стереть чертеж пока он нам еще нужен на то есть вот это вот эти не нужны вот такие вот дополнительные тут и нужны вот вот это вот здесь например карандашом часу так проведем и теперь внутри тоже все почистили аграут не хватало так нажимаем нажимаем вот сирена за удела надеюсь не прилетит собьют так дальше да я там не туда не буду эти линии там делать о мне еще вот здесь надо в проем организовать он здесь кстати у проема какая-то четверть маленькая я бы там передвинул до сделал вот так он наличники двери некуда будет засунуть вот так и вот эти вот линии поубирал в общем все но в принципе практически у нас уже все готово нас затем нам нужно определиться какая у нас высота помещения нигде не указано сделаем там пусть какой-то новострой 3 метра и смотрите я нажимаю п выбираю инструменте не толкай тяну до выбираю просто вот вверх и пишу на клавиатуре 3000 enter нажал все стены вытащились могу это теперь отключить дальше например я могу просто дважды кликнуть и у меня повторится операция или же опять хватаете и наводите на какой-то уголок да и к нему осуществляется привязка вот и вытянули стены дальше например нам надо сделать тут оконные проемы допустим я беру нажимают это инструменты отмеряю здесь сначала там 850 миллиметров а размер окна пусть будет тысячу шестьсот да то есть я от этой точки от этой вот он ставит такие точечки привязки я замеряю выбираю направление если не по углам а в плоскости вот так потяните да он еще может рисовать на нужном расстоянии например там тысячу миллиметров на вот такая пунктирная линия это наши как их называется гайдс до направляющих можно все одной командой скопом удалить вот ну или там к примеру за взяли тоже затирочку класс нули и удалили далее я например дело l соответственно чтоб не вот сюда как-то сдвинуть да то есть я если буду пушку тянуть она все подтащится мне не надо то есть я должен поверхность как бы подразделить здесь подразделю и здесь подразделю опять же привязки до в скетчапе если я наведу на линию на пару секунд до на какую-то точку задержусь он все уже будет строить не относительно на этой точке привязки на то есть могу здесь задержаться вот есть опять пушку на потянул потянул сюда потянул и мы создали оконные проемы дверные проемы да на при рт опять отмерили там 2100 допустим и также взяли по подразделяли на вот тут теперь он уже также привязывается я с одного ракурса он тут везде сразу по делаю на эти привязки ну и а и вот так и теперь опять п пушку и тянем сюда потянули сюда так не так же теперь как вспомогательные эти линии беру затирать куда чтоб они мне не нужны в общем я их удаляю чищу так все почистил то есть стены возвел как бы все готово вот дальше например что может быть понадобится могу на план да там смотреть значит план понадобится ну не всегда нужно его там например прятать данные слои в скетчапе что-то называются тегами вот и я могу нажать плюсик и создать тег там bg до background а как его перенести да вот это тот выделение перенести вот сюда у нас есть информация об объектах которые выделены да если сюда перейти тут есть также тег да мы там можем блокировать объекты там прятать то есть показывать не показывать его так давайте сейчас верну я его спрятал alt кстати можно прятать горячая клавиша h а alt h это показать до объект также это можно делать и тут и также можно вот тут переносить на новый слой на видим теперь он на этом слое я его прячу также советую взять просто себе панель кекс вот здесь поставите тут также вы сможете вот каждый объект да он видно какому слою принадлежит вот это такая нормальная штукенция дальше к примеру если я начну что-то рисовать да на этом доме ну там придумал себе какой-то шкаф вот тут нарисую выдвину вот так то к примеру потом у меня будут проблемы если я захочу даже спрятать этот шкаф я не смогу его нормально выделить мне придется уже помучается да то есть выделять один клик в скетчапе вы выделяете плоскость два клика вы выделите плоскость ее ребрами а три клика вы выделите модель целиком да вот как вот это например этот аппендицит я высунул на могу его обратно да то есть если я буду засовывать об в плоскости ну вроде бы исчезла дальше дальше за тирачкой например могу эти линии удалить вот если мне вдруг надо там передвинуть окно размеры не те да то есть вот этим пуском опять же я это могу легко делать да так же я могу к примеру взять и удалить окно то есть вот схлопнул его она исчезла также к примеру если я возьму ректангл нарисую здесь например двери да то теперь п опять и главное чтобы вы довели указатель как до плоскости до чтоб она уперлась в плоскость тогда у вас будет прорез такой да опять же вы могли или нажать и сделать это точно ну например там 200 а вот сюда там 900 и вниз опустили у вас тоже с привязки как бы сработало и вот вы сделали например тут дверь все в общем работает все просто дам так рекомендую вот это вот теперь модель трижды кликнули или выделили вот так и нажать правой кнопкой make group на я она берется в в группу чтобы ее начать редактировать до что-то изменить теперь там вы дважды кликайте вы заходите в группу и работаете уже непосредственно с ней да то есть можно там что перетягивать и все такое работаете там зато ничего нигде я уже не уберете то есть еще группу разрушить правой кнопкой экспорт на 5 группа стала просто одним как бы машин вот есть еще тут такая штука как компоненты да если правой кнопкой мои компонент у него можно давать название короче много чего у него там можно делать это такое чуть более чем просто зависимая группа да например если я сделаю сейчас create и к примеру возьму ее скопирую ну так да возьмем правой кнопкой например по группе и возьму ее флип ну относительно красной оси да тогда могу теперь вот взять и к этой точке подсоседить на также ну просто если я зайду теперь в один из этих объектов да как видите у меня уже зависимая модель я могу их править все сразу это в принципе удобно например вот захотел я сделать там десятиэтажку а я там беру копирую делала так вот кстати копирование у вас осуществляется с помощью инструмента move да то есть изначально ну давайте отменю вы когда его хватаете то есть хватаем переносим до ничего не копируется если вы вот так схватили таскаете нажмете раз control не зажмете а нажмете у вас начинается копия да и например я могу вот сюда скопировать клац до этой точки а если мне надо больше копий я просто пишу там умножить на 10 у меня 10 копий моего объекта появилась да и появилась такая уже многоэтажка там например опять могу взять их тоже скопировать нажать м вот так отсюда вот control нажал сюда и например умножить на 5 на то есть мы еще нарисовали видимо те крестики кстати да в любой момент эти направляющие дилит гайдс все можно убрать да что-то я да не докопировал на один объект ну неважно а потом допустим я что-то хочу тут делать да ну какими-то цветами красить сделать какие-то там фасады по-другому да я беру тут вытягиваю например здесь какое-то подразделение сделаю здесь нарисую тоже опять push-pull на там потянули на в итоге они все сразу редактируются и также могу там перейти в материалы например взять какой-нибудь цвет на клацнул и накрашу поверхности вот если вы на группу всю нальете да вот это у вас вся группа покрасится так а ну например background да мне там мешает в каких-то моментах в тегах могу так нажать спрятать его и все да и то есть я тут работаю дальше вот например вообще сейчас наверное удалю оставим да дальше там продолжим еще там пару каких-то моментов по смоделировать например такая квартирка у нас есть и в квартире кровать нужно что касается там кровати в любой момент кровати можно даже и тут есть такие штуки еще как компоненты ждать вот мы создавали компоненты те компоненты которые мы создаем они здесь появляется да то есть я его создал компонентом теория могу его доставать постоянно не тут доступен а также если компонент хотите разрушить правой кнопкой эксплата и тоже до компонент разрушили но вот тут он висит в оперативке как бы мы создавали его да он еще нам доступен то есть в любой момент мы можем его терть доставать а с этой дальше там продолжать группой работать да но группу я например создам control g это будет просто группа не компонент и здесь например тоже там сделали что тут компонент сэмплер где-то до примеры какие-то и здесь есть например кровать да то есть вы берете и этом куда надо ее вставляете когда вы кстати с группами или компонентами работаете с помощью инструмента move на у него опять же вы наводите у него появляются такие перекрестия да за которой можно хватать и вращать ваши объекты да то есть вы относительно это есть и делайте тоже покрутите также и у компонентов выбрали там нажали на то есть мы можем кровать развернуть еще инструмент move можно не обязательно там таскать за вот этот объект объект выделим например кликнул вот здесь да и могу двигать вот так относительно этой точке да и допустим поставил здесь кровать вот нам могу также вот дал передвину пусть например тут стоит так надо там сделать к примеру окно сейчас в одной комнатке до пару просто так моментиков и все это главное чтобы группа была да то все опять соединиться например беру r ректангл да и делаем вот так создал на плоскость к примеру разделю эту плоскость на двое да он также показывает если длина ребра вот он по середину показывает но то есть легко можно выбрать если например вам нужно на три части подразделить да то можно вот это тот элемент так сейчас давайте вот это не мешало нажму аж выделил его и нажал аж еще раз alt h это показать на так спрятать а выделю вот это ребро и если тут взять правой кнопкой divide нажать на то теперь мышкой вы двигаете и количество подразделений появляется да то есть делится но если вы вроде как применили привязки к ним будут уже идти до эль изи когда зеленый курсорчик загорается это значит вы навели на точку end point на и они есть но не всегда так удобно их ловить поэтому вот например в настройках styles на мы можем перейти в менюшку edit и для этих end points включить чтобы они отображались к примеру да и вот тут там регулировать их размер вот но мне они тут не нужны или я просто окно на двое сделаю вот так поделил разрезал теперь я беру инструмент f это offset до клад свой один раз он не делает дополнительную линию и например сделаю там 60 миллиметров вот он сделал на этом окне просто навожу дважды кликнул вот она тоже появилась далее теперь я возьму вот это вот это будут мои окна да я кстати эти окна вот так шифтом и дважды кликаю по ним беру вот так делаю control g и взял их в группу да теперь если эту группу видите буду пересовывать они меня уже как отдельный элемент а вот это например вот эту линию сотру нажимая п и экструдирую на пусть пункте ну делаю создаю ей эту толщину вот и так же как бы нажму и опять control g в группу да то есть группу ничего тут криминального нет теперь зайду в эти стекла нажму п и это выдвинуть например 5 миллиметров и вот это дважды кликаю повторяю операцию выхожу из группы просто кликая где-то на выбираю эту группу м и немного вот сдвину по оси да вы также например если что-то не получается сдвинуть вот вы выбираете зеленым засветилась зажмите shift да и она теперь только по этой оси будет ездить и вот тут например end point ой средняя . да она middle point и сдвинули и например опять я могу пойти в какие-то материалы и в материалах что там взять какие-то это стандартные все можно менять часто покажу например глаз and mirrors до возьмем чё там глаз blue глаз gray на выбираю и ведром сюда закрасил да то есть есть и теперь например эти группы могу и разрушить до могу опять взять все это control g на и это у меня типа объекта окно вот и целая группа нажму alt h покажу на объект целиком теперь вот сюда там например сдвину пойду например сделаю подоконник на тоже беру r и вот так протяну п выдвину выдвину вот сюда если хочу закруглить примеру да я нажимаю а это вот инструмент ну как вот ту point are дуга по двум точкам на выделю например вот тут и вот здесь клацаю потом могу еще в какую сторону куда мне можно его подрегулировать но подрегулировать как-то так применил да и теперь выбираю опять пусту вот этот инструмент и сдвигаю да и таким образом получили как бы фаску опять три раза кликает control g возьмем в группу до нарисую тут например какой-то не знаю туалетный столик что ли на 5 мы можем там например если надо что он туалетный столик будет начинаться вот высота его дать это 80 сантиметров дата я беру рулетка отмеряю там 800 а вот это 800 теперь или на и выбираю то есть линию по этой оси допустим он будет у меня где-то ширина его ну пусть тысячу миллиметров кликнул да потом подвинем глубина да то есть выбираю себе опять ось ну сюда пусть 600 и теперь виду по зеленой оси могу также до зажать shift и указать до какой точки клац есть и теперь закончил это построение вот допустим надо что-то уменьшить все-таки сделать его 800 выбираю нужное ребро м клацаю да и выбираю ось просто от направлений помпишу 200 а он уехал у меня вот так же наверное наверно пусть глубина не такая 5 сюда 200 400 такой маленький вот дальше там работаю с ним да то есть я могу выделить ну или выделить объекты и попрятать их все или если мне надо спрятать все кроме этого то я выделяю его нажимаю control и на то есть инвертировать выделение полом буковку h и у меня все спряталось да и допустим там моделируем что это у нас дсп какая-то пусть 18 до то есть там п нажимаю выдвину вот сюда и там 18 18 миллиметров написал на то есть я опять трижды кликнул control g выделил они взял в группу далее например опять l на то есть я ввожу вот здесь пишу 18 веду сюда из-за закончил потом п выделяю до они до закончил где-то они всю законе вам п да да все строится например на 100 сделаю какие-то выдвижные ящики там 120 миллиметров выдвинул сюда да также его беру control g теперь мне нужно его к этой точке привязать и скопировать тогда я беру инструмент м беру лучшего тогда от этой точки на он схватился но мне нужно копия нажимаю control и сюда подвожу теперь выбрал опять я пробел клацаю да и выбираю инструмент выбора и теперь мне надо вот этот скопировать вниз на делаю вот так так теперь например если я хочу вот этот элемент вот скопировать точно посерединке сюда так примеру я нажимаю так м и хватаю за среднюю точку нажимаю control и довожу тут до средней точки об свершилось если мне нужна задняя стенка да например я также беру r там к примеру сюда подвинул п там миллиметра на 3 это вытянул опять же выделил все в группу взял да то есть когда мы берем в группу у нас все хорошо это все у нас разные объекты любой момент что-то можем передвинуть убрать и даже там запрограммировать еще до час там пару этих так надо ящик вот кстати сделать чтобы по клику выдвигался ящик например я делаю опять плоскость вот здесь нарисую также теперь да это группы это круто она с ним ничего не сливается допустим возьму карандаш тут также им могу замерять например да виду он внизу я вижу линию ну допустим 30 на вот здесь сделаю сотка пусть будет напишу что да и вот так сдвинул вас есть теперь возьму там а то есть по двум точкам вот так сделаю линию и отсюда вот так и дважды кликнул и ненужное мне там удаляю да вот кстати вот такое опять что-то там не то удаляю или нечаянно вот лучше тоже доберем сразу я трижды кликнул control g и теперь я в группу зашел и и уже редактирует тут точно я не удалю ничего лишнего да вот я по тем объектам вроде вожу но их не трогаю вот далее возьму тоже выдвину на 18 например да будет вот такая вот часть отлично теперь я ее пока что или спрячу шкаф или могу там отодвинуть или опять зайти в группу и там продолжать но бывают такие моменты что-то прячется на в этом помогают вот эти виды на этом как нам видеть или с текстурами или там рентген вот поклацайте выберите так например да хотел чтобы это был выдвижной ящик могу там изначально его отодвинуть так и например опять л беру там рисую на что будет от сель до низу да у нас вообще она же заходит в это ну значит будет до низу а там должны быть не знаю направляющие какие-то короче делаю вот так z shift зажал до этой линии до хочу и за теперь там п выдвинем там глубина шкафа 400 пусть 350 напишу теперь это на то есть строим внутреннюю часть теперь нажму п и сюда вовнутрь опущу а теперь три раза кликаю control g взял ну и теперь с этими control g тоже беру нажимаю м а тут я control нажал да можно не нажимать и передвинулся с этой стороны мне такое же надо сделать на нажимаю control двигай сюда правой кнопкой flip long да тут мы какая ось ну тут надо уже посмотреть на посмотрели на оси где что вот красно вот зеленая нам по зеленой надо отразить flip long green а и отразили получили как бы вот такую вот штуку там например да она какая-то подвесная можно также там продолжить и дальше моделировать сделаем какие-то не знаю как речки еще тут возьмем l пусть рейка будет два сать на 40 вот так рейку да нажму альтаж покажу все и допустим я ее выдвину там до потолка вот сюда и и так же я control g зал в группу например нажал м опять от этой точки она у меня 40 я хочу чтоб промежуток между ними был 20 значит 40 ну то есть добавляем и 60 пишем да и теперь там пишу умножить на 20 20 речек получилось да если какие-то не надо мы их выделяем только не забываем что ну короче аккуратно нечаянно не выделить туши не надо вот опять я до выделил выделилась все если вы с control вам вы будете добавлять к выделению что-то объекта если шептом то если он не выделенный он будет добавляться если выделен то будет убираться да с выделения вот мы ему было как-то еще просто но чтобы снимать выделение ну что-то не светится сайтом ладно да выделим вот эти моменты тут сниму выделение я их выделил опять чтобы во первых control g взять в группу потом мне на не надо было клацать опять каждый выделять я легко каждую взял выделил они все выделились ну например вот здесь у меня появится какое-то зеркало на нажму оси это стекло и нарисую этот кружок а кружок нарисовал если я ему выделю а тоже давайте control джей взял в группу то есть инструмент скейл на можем потащить сделать его овальным вот зайдем в группу видим например сейчас она рубаная такое на зеркало а если я выделю вот эти сегменты и пойду в нтт-инфо он мне покажет сколько сегментов в этом кружочке я например их могу добавить чтобы оно не было такое порубанное чё ничего не пишется так не знаю он еще раз оси на выдвину пусть так будет выделяю эту линию 24 спишь 64 напишу вот видите теперь она сгладилась да я также control джей беру в группу возьму это все дело смасштабирую нажимаю с короче масштабирую все нажимаю control джей беру в группу все захожу например также п выдвинул выдвинул нажимаю f сделаю вот так и опять п немножко выдвинул или мог например сначала до немного вот так м и сюда о оси хочу исходить так теперь выделяю вот это м убегает садова я думал будет меняться мэш тело изогнут ну ладно не получилось чуть не привязывается красная оси ладно да то есть выдвинул чуть-чуть теперь ездит теперь чуть-чуть вот сюда и она такое под углом будет ну и потом например да мира вот зеркала за тут залью миром а тут какой-то мир 2 может будет отличаться а вот эту так есть да там сделали зеркал также если мы хотим там проверить цвета да то есть как-то покрасить что-то ну допустим вот есть у меня цвета можно еще добавлять свои сюда плюс например красный окей добавил подредактировать его edit есть а тут еще текстура так текстуру я уберу было зеркало да и например если я вот сейчас вот так вот возьму и ляпну да выберу ляпну меня весь объект покраситься если я зайду в режим редактирования выберу материал плац ну да так давайте это я просто сейчас а это ну да это те которые я в цене использовал материал да то есть у меня вот выделенная квадрата вот как я выделяю есть выделение таким же она и будет заливаться да допустим если мне надо вот тут угол угол сделать или только вот здесь да где зона кровати я беру подразделяю поверхность вот тут также надо быть внимательным да что про подразделять на поверхность уже непосредственно нашего наших стен то есть если вы не зайдете в группу а просто добавить или да никак это не проканает а то есть это другая линия она с тем объектом никак не связан а именно в группе и тогда я например это закрасить таким цветом допустим вот это сейчас зайдем выберем это покрасить стены вот серым а вот эту вот таким покрашу покрашу ну вот так вот если там какое-то напольное покрытие да то тоже давайте его нарисую опять я объекты которые мне не нужны например кстати вот эта мебель давайте ее возьмем в одну группу да а я еще хотел 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 же показать как она будет выезжать сейчас надеюсь успею так а мы смотрим да что то я недовыделял все так спрячу стены аж нажал спрячу окно подоконник подоконник с окном тоже можно было в один объект объединить на вот это нажму control g все это одна группа этаж теперь да я кстати вот эти вот ну там мебель то как логично по слоям распихивать да то есть создали слой назвали его мебель так мебель вот и сюда раз два вот тут выбрали мебель да и потом вы просто нажимая на глаз сможете все сразу же прятать да и так будет удобно далее к примеру я покажу тут у меня какое то будет напольное покрытие для этой комнаты одно я вот обвожу и создаю это плоскость вот создал плоскость хорошо теперь плоскость берем в группу да опять и вот как есть задать какой то материал то есть вы можете элементарно зайти в материалы и посмотреть что тут есть да найти какое то там какие то крыши есть тут дерево паттерны alt текстиль да какие то плитки ну они такие очень дикие да например от меню если вы хотите свою какую то плитку ну вот банально ввели там кафель нашли какую то картинку ну везде свои любители водяных знаков где то опять что то есть без этого ну а ну и ну и пишем так тут подписаны короче я возьму даже нажму print screen да и сделаю вот так вот вот желательно там сделать одинаковое 500 там на 500 или 400 на 400 но вот делаю вот так и сохраняя нам так сохраним напишем 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 это это блин нечайно не ту кнопку нажал так еще раз print screen что такое вот print screen делаю скрин нажимаю сохранить называю его таял путь будет так есть скриншот создан да теперь мы чтобы например залить вот сюда тоже есть там несколько способов например создали свой материал и вот тут use texture image до нажимаете когда галку он вас попросит выбрать ну вот выбрали там окей и нажимаем залить видим маленькая такая то есть вот тут выделили edit и можем вот здесь например 400 до указать и вот там 400 на 400 она у нас просто там тайница да то есть это ну первое как можно можно было сделать тут способов на самом деле много можно было геометрии то есть я воссоздал одну плитку и потом ее так затекстурировал да и получил как бы вот массивами залил да я просто сейчас например используя текстуру если бы я сделал так чтобы было видно швы я бы это тоже тут увидел то есть ну можно текстуру наносить вот так да то есть этот материал до использовать вот можно было ну и к примеру зайти вот так выделить текст выделить плоскость на которую хотим нанести текстуру нажать теперь импорт вот здесь выбираем изображение а вот у меня какое то есть изображение да и выбираем что текстур нажимаем импорт да и вот теперь мы можем его вот тут как бы заливать до выбираем куда какой размер и вот она тайлится повторяется наша текстурка теперь вышли есть ну тут опять же картинка такая не очень вот поэтому сейчас еще один там попробуем способ зайдем где-то выберем какой-то сайтик например там сиси 0 вот текстурс сейчас он подвод амбент си джи сет также до плитки какие-то хотим видеть хочу плитки давайте ну это же комната например ну там смысл будет тот же на например хочу такие досточки а тут я скачаю ее например 2к а это вообще пебар текстуры и многое нам для какого я скетчапа не нужно будет да сейчас я скачаю и зайдем раз архивируем где-то извлечь вот и есть наша текстурка да тут есть карты нормалей там карты ровны сада то есть делать ее там фотореалистичную нам как бы это скетчап то есть мы создаем такие си скетчи все это можно понастраивать не будем там юзать только одну на вот эту вот сейчас и также перешел выделяю поверхность могу опять же да чтобы ничего не мешало выделил это control ай аж скрыл все остальное так лучше нам заходим выделяем плоскость нажимаем файл экспорт о импорт где куда мы там разархивировали сюда выбираем эту текстуру выбираем как текстуру импорт например как она какой ее размеру пусть будет где-то вот такой да и вот она тайлинговая наш швов ничего нету все хорошо получилось допустим те альтаж покажем все остальное да можем включить включить мебель да там мебель появилась ну и таким способом да и эти шкафчики все это можно как бы потекстурировать вот да наверное что там наверное будем чуть-чуть как бы под заканчивать да вы там в комментариях пишите если интересно да уроки по скетчапу что именно интересно да тогда я как бы продолжу их выпускать не интересно я выпущу еще там пару штук там совмещение фото как посчитать какое-то количество там теплого пола и тому подобное на объекте да и все вот если интересно тема пишите комменты лайкайте да и будем дальше работать кстати о том как посчитать да например посчитать сколько надо вот сюда краски да легко вы выделили объект в entity info вам пишет квадратуру до выделили вот эти опять пишет квадратуру также можно квадратуру просто подсчитать как ее подсчитать где выделил все и сразу тоже у нас показывается это площадь да если вам надо какие-то периметры посчитать вы тоже там взяли по выделяли вот и вы знаете количество там нужное плоскости не выделяем раз там три видите когда выделяете линию он просто длину пишет да и можно легко посчитать там периметры насколько надо багета и тому подобное вот так же там потом покажу как багет можно по нарисовывать и всякие такие штуки да в общем то ничего сложного просто пробую а ну и если например у вас есть еще вы установите к примеру этот этот эндскейк да вот сейчас я сделаю чуть вот такое перекрытие у меня он установлен например я его включу сейчас на эндскейк и нажму старт это как бы real time дверок основанный на анриале и в нем мы тоже можем многое увидеть очень прикольно когда есть еще виар то есть вы можете шлем надеть и пойти уже походить потому что нарисовали на то есть я здесь управляем есть клавиши как в играх дашь и в том быстро бегаю там w ssd я могу на перешли как крутиться есть режимы fly и волк мод если пробел нажать я как бы упаду и буду просто ходить да и через стены не смогу пройти так она что-то у нас тут эффект до надо убрать ему депсов филд это он мешает вот да и так он хожу бегаю в общем осматриваю могу за час опять летаю зайти в свою комнату нашу я тут намалевал но у нас никакого освещения до ничего не стоит но походить мы и видите вот это тот глюк это когда у нас в две плоскости в одних и тех же координатах англия свернуть чуть-чуть и вот эту плоскость буквально там на пару миллиметров опущу на нашему м вот сюда выберу оси напишу 2 или пусть 5 миллиметров все она опустилась на могу дальше едем пробел упали все побежали прикольная такая еще анимация а ну-ка еще так напоследок за бабаха ему тут ступеньки на крышу на возьму сделаю опять р так в ступенью одну возьму ее в группу control g теперь там напишу тут и сделаю и напишу а нажимаю т рулеткой отмеряем там сколько сто шестьдесят миллиметров до сделали . вот и теперь выбираю ступеньку м control да и к этой точке привязываю и пишу умножить там на 50 а пусть будет в небо лестница и теперь опять перейдем я выключил так включим энскейп вот и пойдем на ну-ка пробежимся тогда тут даже будет такая симуляция бежим по лестнице да в очках это вообще очень интересно выглядит все можно побродить да например а вот наша комната и она в тени shift и правая кнопка вы солнцем управляете куда она там будет светить все у нас дом не в той стороне мы построили на у нас северная сторона солнце в него не попадает очень печально надо сам дом крутить ну или источники света ставить ну еще раз зайдем в комнату просмотре да то есть видно цвета видно текстура там нашего дерева все это можно конечно улучшить но в одном уроке этого не показать и даже зеркало у нас зеркало да есть окошко в общем все прикольно выбежали и побежали ну и также прикольно что если вы нажмете экзешник до рабочий стол то мне есть какой-то сделаю тест 1 то есть вы можете создать приложение отправить его заказчику он тоже сможет походить по этому дому на теперь на рабочем давайте я это закрою на рабочем столе где-то тест 1 до которая вот приложение сколько она там весит 100 мегабайт которая можете отправить заказчику он его запустит винда должна быть до ну даже там будет сейчас показаны какими клавишами как управлять и то есть он уже по этому объекту походит да вот все есть тут все описано какими кнопками что ну и вот все то же самое что показывал там в программе мы в отдельно это код пробел нажму волк мод все мы входим бегаем прыгаем но нормально все как надо это у нас пустая комната на поглядели так ладно да значит буду заканчивать вы как бы в комментариях в общем комментируйте пишите что хотели бы видеть и надеюсь все будет интересно ли это тема или нет все всем спасибо пока